сегодня мы беседуем с бессменным участником проекта время срать алексом забием со сменным бессмертным бессмертным но со сменным начали меня не было поскольку этот проект панки 90 начнем как раз того чтобы знать как бы все все начиналось но начиналось все с девяностых как вы понимаете то есть до 90-х не было вообще ничего до 90-х было в общем предыдущая эпоха то есть это до нашей эры было время то есть и летоисчисления начинается вообще с 90-х вот потому что в 90-х в девяностом году умер в общем виктор цой погиб под и карусом и соответственно мы решили создать группу группу после того как он умер в девяностом году сразу же решили создать вот группу мы собирались назвать кино кино потому что виктор цой ушел покурить и кино уже соответственно перестал существовать и можно было смело брать это название себе и мы вот так вот его и собрались взять вот и таким образом в городе заречном свердловской области в девяностом году планировалась запись альбома под названием кассета в говне вот группы кино вот так все и началось это был именно панк-рок а не синтепо да конечно это был панк-рок потому что мы гитарные барабаны там да конечно 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 вообще я ненавидел гитары потому что я учился музыкальной школе и там в общем привели мне отвращение к этому музыкальному инструменту но прошло какое-то время и я смог уже снова играть на гитаре в меру своих способностей конечно вот и записывать какие-то так называемые альбом когда-то основательно перешел вот понял что переходишь от на синтепоп что это будет именно конкретно синтепоп вот электронное такое вот звучание это тоже вот он 90 практически да 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 там все просто смотри вот гитары они подключаются к всяким там примочкам да вот так вот что там втыкается куда-то там примочки каким-то блоком питания блоки питания куда-то там 220 вольт короче все это зависит от каких-то проводочков какой-то ерунды они там вот так если их поломать они переламываются и короче все ломается рушится и гниет и разрушается вот иными словами все у нас примочки все гитары что-то все поломалось там все развалилось вот компьютер там нет проводочка внутри там вот плата и все и он работал соответственно ну раз развалился один музыкальный инструмент остался в действии другой то надо было его использовать вот политика группы но в частности моя была так такой что никогда не вкладывать ни рубля вообще в музыкальное творчество вообще в творчество она вот как бы не должно жрать ресурс надо делать всегда из того что есть то есть допустим если ты так называемый вокалист ты пой в то что есть там кто-то там допустим красная плесень она тырила микрофон из троллейбуса у водителя и пела в них якобы но мы соответственно использовали встроенный в магнитофон микрофон и в него нормально пелось без всяких проблем на кассету мк-67 хром диоксид мы тогда ходили с ирокезом тоже как бы то есть позиционировались как панки то есть раке заклепанные косухи или что-то или все-таки уже была какая-то новая такая тенденция это был зареченский new wave это был добрые панки стиль назывался добрые панки а вот ирокез был такой узлы панков ирокез такой заостренный вверх на мой такой готовый проткнуть кого угодно а у добрых панков ирокез он был такой на бок летовский стиль до летовский стиль вот летовский стиль с кошечкой ирокез на бок поглаживаешь кошечку и царапаешь там панк-рок на пленке понят но сегодня подумал что стоит говорить не о том чем отличается панк от говнорей и почему поп-панки не имеют права называть себя панками это уже давно не интересную тема как бы можно поговорить о путешествиях как давно ты начал путешествовать но доклад дело в чем дело в том что виктор цой он же был иностранцем вот это иностранец и соответственно очень хотелось мне понять суть вещей в иных каких-то чужеземных странах пространство вот и соответственно виктор цой сподвиг меня начать куда-то ездить ну первая поездка была город тюмень с концертом конечно с концертом вот концерты тогда заключались в том что ты допустим приезжаешь в туалет какого-нибудь города и там заходишь в туалет и сам для себя что-то напеваешь таким образом ты сделал гастроль по этому городу то есть ты заехал в туалет автовокзала допустим что там ба 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 пропел вот а еще можно было выкинуть кассету на улицу в траву кто-то ее подберет таким образом еще и промоушен шел то есть заводились фанаты они поднимали кассеты и стали и начинали фанатеть вот соответственно и ты пел в туалете свои песни да это была первая гастроль в тюмени ну а более дальние такие поездки я слышал что была очень интересная история связанная с польши то есть заграничной тогда же это еще был советский союз насколько я понимаю да это был советский союз в польши еще вот польша только что вылезла из так называемым п.р. э. л.а. польская республика людова и в общем она еще не была в шенгене и соответственно мы туда приехали и далее несколько концертов в разных городах разных городах то есть первый концерт был это конечно в терресполе в электричке брест терресполь вот второй концерт был конечно же в варшаве проездом мимо нее третий концерт был в гданьске бывший город данцык это было в подъезде на лестничной клетке и четвертый концерт было в овраге в лесу в каком году это был 2001 год а 2001 конечно это уже не советский союз россию а я тебя подловить хотел как тогда тогда тебя и приняли как бы приняли в пионеры меня да там в польске пионеры они как раз уже перестали существовать я был последним польским пионером польской республики людова ну это очень мило да ну я галстук повязывал галстук вот не как все чем не отличался от польских пионеров что они вот так повязывали галстук а я повязывал так и ставил галстук как ирокест вот красный ирокест такой был вот и соответственно давал концерт вместе с местными группами в частности группа москва 3 там такая была из города гдыня но потом получается перебрался москву сразу из польши ну я конечно проехал через белоруссию да через белоруссию проехал вот и да да перебрался в москву сразу же из польши через белоруссию в москву а проблемы как бы с границами него него не возникнет ни какие проблемы все было просто софт мягкой никаких проблем там все друг другу были рады довольны давали еду просад вот было очень мило никаких проблем никогда не было никаких границ на всей планете не было никогда ты просто проходишь если ты просветленный панк если у тебя стоит ирокез виде галстука красного на башке ты проходишь через границы как сквозь стену невидимую вот то есть там забор металлические а ты просто так вот как бестелесное существо проходишь и оказываешься в новой реальности где все тебе рады и и по ту сторону рады по эту сторону рады и все в общем дают тебе еду жилье и деньги и так получается добрался до юго-восточной да 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 вот то есть самолет мой летел через афганистан пакистан индию и до вьетнама он нигде не садился он просто летел по воздуху через эти страны то есть я получается побывал и в них но а сейчас какие творческие планы вот часу все творческие планы а куда дальше надо ехать до куда вот я слышал такая страна есть раша раша вот и будет 9 марта в клубе вермель в москве концерт 9 марта да 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 а говорят там холодно говорят там снег в теории ну вот еще такой снег я в морозилку как-то открыл вот здесь у меня я видел снег там то есть вот мне объяснили что именно такой снег он в россии есть и вот причем как бы вот покрывает все и там говорят дольше люди сохраняются потому что тут-то жарко и люди гниют то есть скоропортящийся продукт такой люди получается а в россии люди очень долго живут сохраняют долголетие именно благодаря тому что из морозилки вытащен снег весь на улице вот то есть люди они как бы так напряглись он из всех домашних морозилок вытащили снег его хватило вот ровно настолько что вот покрыть полностью все пространство вокруг и при этом сохранить долголетие всем жителям россии всем вообще так что надо посетить эту страну я думаю это очень такая незабываемая будет интересная встреча